Всем огромный привет и очень рада вас видеть. Это видео будет об уходе за волосами. Если вам интересен уход за длинными волосами, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Как уже у нас стало традицией, я свои видео начинаю с небольшого лирического отступления. И это видео не исключение. Его я решила снимать, потому что в последнее время ко мне подошли три моих девочки, девочки, которые со мной общаются в реальной жизни, и задали один и тот же вопрос. Маша, что ты можешь посоветовать интересного для волос? Что из ухода ты в последнее время пробовала, что тебе понравилось? И всем трем девчонкам, несмотря на то, что у них разный тип волос, разные потребности волос, я посоветовала одну и ту же серию, сейчас объясню почему. Во-первых, этой серией я сама пользуюсь уже на протяжении всего лета. У меня волосы к ней не привыкли. У меня волосы как после первого применения, так и спустя три месяца, они точно так же выглядят после ухода этого. То есть они прекрасно выглядят, у них здоровый блеск, у них есть объем, они не пачкаются. Итак, ну, наконец-таки надо, наверное, вам представить гвоздя программы. Это линейка от Натуры Сибирика, да, это натуральный уход, Натуры Сибирика. Это серия Wild Сибирика, густой укрепляющий шампунь для волос на молоке Тувинского Яка для всех типов волос, и укрепляющий бальзам для волос на молоке Тувинского Яка для всех типов волос. У меня есть еще и маска из этой же серии, но маски чуть позже. Итак, вот мой ежедневный, ну как ежедневный, я через день мою волосы, это вот мой постоянный уход на протяжении всего лета. Рекомендую именно эту серию. Во-первых, что касается шампуня. Шампунь прекрасно промывает волосы со второго раза, то есть я всегда волосы мою два раза, и прекрасно волосы промываются, смываются всевозможные масляные маски прекрасно этим шампунем. Он прекрасно очищает волосы, при этом не пересушивает, волосы не похожи на солому, их можно расчесать даже без бальзама. Но также волосы не пачкаются два дня, то есть два дня я могу ходить с укладкой, не выглядят волосы какими-то неопрятными, не висят сосульками, не теряют объем, что самое главное. Мне очень нравится этот шампунь. Что касается внешнего вида, то тут также никаких претензий. Сам шампунь нежного розового жемчужного цвета. Пахнет он какими-то травами. Вот единственное, что если вам не нравится запах каких-то трав лечебных, то он вам может не подойти. И запах такой густой, достаточно насыщенный. Шампунь также очень медленно расходуется, то есть за все лето это вторая упаковка. Вы понимаете, что я пользуюсь не одна этим шампунем. Также что хочу отметить, здесь приписка для всех типов волос. Ну, я бы сказала, что, наверное, для очень-очень-очень жирных волос, возможно, этот вариант будет неподходящим. Но как шампунь для волос, склонных к жирности, для нормальных волос, для сухих волос, вполне себе подойдет. Мне очень нравится этот шампунь. И что касается бальзама. Бальзам очень-очень похож на сгущенное молоко. И на самом деле он пахнет чем-то таким вот молочным. Что касается бальзама. Бальзам мне тоже очень нравится. Нравится потому, что он буквально за несколько минут, пока он у вас на волосах, преображает волосы. Они становятся очень плотными. Очень плотными и гладкими. И он не то чтобы утяжеляет волосы, он придает им какую-то такую вот благородную наполненность. То есть волосы, они становятся более упругие. Они лучше держат свою форму, структуру, объем. Мне очень нравится этот шампунь. Этот бальзам для волос. Действительно, я чувствую, как положительно влияет эта серия на мои волосы. Мне очень нравится. Значит, единственный какой минус у всей серии, который я хочу отметить сразу. Упаковки в этой серии, они стеклянные. И с одной стороны, с одной стороны, это выглядит очень круто. Когда у вас в ванной стоят вот такие вот красивые баночки. Потому что оформление действительно очень красивое. Но они стеклянные. И, естественно, есть риск их уронить и разбить. Я пока что за три месяца ни разу не роняла. Хотя я человек очень удачливый. И твой я не уроню. Но просто примите это к сведению, если вдруг вы будете выбирать эту серию. Что касается маски. Маска как раз я сохранила коробочку. Чтобы вы видели. То есть они продаются не в таком виде. Они продаются в коробках. Вот все коробки похожи на эту. Только в случае шампуня и бальзама они просто вытянутые. На всех коробках нарисовано вот это вот страшное животное. Которое, наверное, является тувинским яком. И как я всем своим близким знакомым объясняла, какая же серия мне нравится. Проходите в натуре Сибирики на Невском во второй зал. Поворачивайтесь налево и там будут баночки со страшным животным. Вот вам туда. Вот на самом деле это страшное животное. Я никак не могла запомнить, кто это. Вот он тувинский як. Значит, что касается супер восстанавливающей маски для волос. Действительно, это реально супер восстанавливающая маска для волос. Мне она очень нравится. Сейчас покажу, как она выглядит без коробки. Вот так она выглядит. То есть она также стеклянная, но здесь она закрывается. Прокладка какая-то прорезиненная, которая не дает попадать туда большому количеству воздуха и влаги. То есть с этой точки зрения эта упаковка очень даже удобная. И очень хорошо в ней хранится продукт. Итак, что касается маски. Маска мне нравится больше всего. И я впервые встречаю маску, которая настолько восстанавливает волосы, настолько делает их гладкими и здоровыми. И при этом волосы не начинают быстрее пачкаться с этой маской. То есть, что я наношу бальзам из этой серии, что я наношу эту маску. В любом случае волосы у меня будут чистые два дня, у них будет два дня здоровый объем. Мне это очень нравится. Она буквально за несколько минут преображает структуру волос. То есть для меня она такой более, скажем так, сильный бальзам. То есть в принципе действия у них схожи. Они наполняют волосы. Волосы становятся намного более плотными, намного более эластичными, намного более блестящими. За все лето я на своих волосах не нашла ни одного посеченного конца. И я считаю, что во многом это успех именно данного ухода и во всяком случае вот этой маски. Мне она безумно нравится. Она прекрасно восстанавливает волосы после солнца, после какого-то термического воздействия на волосы, после всяких утюжков, плой, которые я часто использую в своих укладках. Мне очень нравится эта маска. В принципе всю серию я считаю достойной. Впервые уход от Натуры Сибирика за такой длительный период, за 3 месяца, не вызвал у меня никаких нареканий, никаких аллергических реакций. Обычно от шампуня Натуры Сибирика примерно через месяц-полтора у меня начинает чесаться кожа головы. От того, что она пересушена. Здесь такого не было. То есть чувствую я себя очень комфортно. Что касается бальзама, он действительно очень хорошо работает. Он не утяжеляет волосы. При этом волосы более защищенные с ним, более увлажненные, более напитанные. И маска это просто мой фаворит из всей серии. Она действительно делает свою работу на все 100. Она действительно восстанавливает волосы. И хотела вам показать свою последнюю покупку для волос. Это маска от Планета Органика. Густая изумрудная тосканская маска для волос, для сухих и поврежденных волос. Значит, содержит она масла тосканской оливы, лемонграса, масла виноградной косточки. Так, что касается данной маски. Первое, что я хотела бы отметить, это ее аромат. Пахнет она, ну, честно говоря, я даже не могу понять, чем она пахнет. То есть это очень густой восточный аромат. И прежде чем покупать эту маску, я вам сразу говорю, лучше сначала откройте и понюхайте, чем она пахнет. Потому что аромат как может понравиться, как он действительно понравился мне, как он может и не понравиться. И что касается этого аромата, от этой маски, он будет держаться до следующего митья головы. То есть вы с этим ароматом на волосах будете ходить два дня как минимум. Ну или один, кто умоет голову каждый день. То есть и он такой густой, окутывающий, и он никуда не девается. Он никак не ослабевает за это время. Мне эффект понравился. Он, конечно, не такой, скажем так, сногсшибательный, как эффект от маски Натуры Сиберика. Но имеет место быть. Мне очень понравилось также, что волосы становятся более гладкие, волосы лучше расчесываются. Но, что я хочу сказать, что вот планета органика себя позиционирует как полностью натуральный уход. Но, что я хочу сразу отметить, что читайте составы, потому что вроде бы у нас здесь органическое масло оливы, органическое масло лимонграсса, масло виноградной косточки и так далее, куча масел, экстрактов. Но здесь также есть силиконы. То есть, во многом, возможно, эффект вот этих вот гладких, красивых волос, это не столько именно полезные масла в этой маске, сколько просто-напросто силикон. То есть, кто, в принципе, за натуральный уход, кто не хочет волосы свои портить силиконами и прочими химическими добавками, нет, вам маска не подойдет, потому что в ней есть какие-то химические ингредиенты, в том числе и силиконы. Кто относится спокойно ко всевозможным добавкам и никак, собственно, к силиконам негативно не относится, попробуйте. Она, я считаю, стоит своих денег, стоит она в районе 200 рублей. Я считаю, в принципе, за объем 300 мл это ни о чем стоимость. То есть, попробуйте, мне она понравилась. Итак, подводя итог, я могу вам на 100% советовать серию от Натуры Сиберика с молоком Тувинского Яка, потому что серия реально охренительная, другого слова нет. Потому что и шампунь, и кондиционер, то есть бальзам, и маска супер восстанавливающая, все три продукта мне понравились на 150%. Все они работают, все они волосы и восстанавливают, и поддерживают их здоровье, и предохраняют от каких-то повреждений. Так как я человек, который постоянно что-то с волосами делает, я могу сказать, что действительно, с этой серии мои волосы чувствуют себя намного лучше. Они защищены от каких-то воздействий моих, и они здоровы, блестят и очень круто выглядят. Что касается маски от Планет Органика, я считаю, что достаточно неплохая маска за свои деньги, мне она понравилась. И я ее, кому интересно, советую купить, вы не пожалеете. То есть, 200 рублей, я считаю, что вполне себе она стоит, эффект она дает. Но, если бы я выбирала, какую маску купить, вот эту маску изумрудную от Планет Органика, или маску супер восстанавливающую от Натуры Сибирика, я бы выбрала вот эту маску, просто потому что и восстановление в этой маске больше, какого-то эффекта здоровых волос, ухода. Волосы более красивые после этой маски. Но и также после этой маски никакого утяжеления, волосы два дня чистые, красивые, держат объем. То есть, эта маска, по сожалению, похвастаться не может таким эффектом. Она более утяжеляющая, то есть, волосы, наверное, будут уже не свежие через полтора дня после этой маски. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, это видео для вас было интересным, информация будет полезной. И вы мне тоже в комментариях отпишитесь, пожалуйста, какие интересные продукты в последнее время вы покупали, что вы мне можете порекомендовать. И надеюсь, мы с вами встретимся в следующих видео. Всем пока-пока!